КАРАТЕ Если вас попросят вспомнить какие-либо корейские боевые искусства, то что вы назовете? Карате? Нет, это Япония. Ушу? Нет, это Китай. Так уж вышло, что в Корее не особо много самородных видов борьбы. Но об одном, самом популярном из них, вы определенно слышали. Это тэквондо. Целая коллекция азиатских способов использования своего тела в целях самообороны. История тэквондо, как и других азиатских боевых искусств, своими корнями уходит уж очень глубоко, а именно на несколько веков назад. Тогда это называлось и Субак, и Тхэкён, и еще уймой различных имен. Известно, что подобные боевые системы в Корее пользовались большой популярностью, особенно в подготовке воинов. Простых солдат, достигших определенного уровня владения этой борьбой, представляли генералу, который выбирал из них лучших, чтобы сделать офицерами. И такой расклад дел держался довольно долго. Современный же вид этой борьбы, который берет свое начало с 20 века, развивался определенное время в подполье. В 1945 году, после Второй мировой войны, корейские мастера стали создавать различные школы тэквондо, и каждый из них привносил в единоборство что-то свое. 22 марта 1966 года генерал Чой Хонг Хи созвал учредительную конференцию для учреждения общественного объединения, которое будет развивать тэквондо в мире. Это боевое искусство заметнее всего набирало обороты именно в Южной Корее, где тэквондо в 70-х годах даже включили в обязательную школьную программу. К сожалению или к счастью, конфликт с Северной и Южной Кореей привел к тому, что у этого вида спорта появились различные федерации, продвигающие его в разные сферы жизни. В 1973-м был проведен первый чемпионат мира по тэквондо, а затем основана Всемирная федерация тэквондо, World Taekwondo Federation, сокращенно ВТФ. Именно о ней в дальнейшем и будем рассказывать. Эта организация стремилась к самым высоким целям – к получению статуса олимпийского вида спорта. Мечты сбылись в 1988-м году, когда тэквондо впервые появилось на Всемирных играх. Как мы ранее упомянули, тэквондо – это один из видов искусства самообороны без оружия. Однако это не совсем правильное определение. Это борьба с наиболее мощной техникой ударов ногами, а также соответствующей тактикой и стратегией. Тэквондо переводится с корейского незамысловато – «тхэ» – удар ногой, «вон» – удар рукой, «до» – путь. Специфичная техника борьбы и дала название этому боевому искусству. Она здесь, кстати, в каком-то плане заимствована у того же кунг-фу. В первую очередь, это активная работа ногами, большое количество прыжков и мастерство разбивания предметов, причем не только с места, но и в полете. Если вы когда-либо видели, как спортсмены одной кистью рук разбивают целую груду кирпичей, то вы видели то самое тэквондо, а точнее дисциплину под названием «кёбха». В спортивном же плане у тэквондо по сути всего два вида – хумсе и кируги. Хумсе – это строго регламентированные упражнения, представляющие собой комбинации приемов защиты и нападения, выполняемые по определенным траекториям. Противника здесь нет, однако эдакий бой с тенью все равно ведется. Побеждает та команда или тот спортсмен, чей комплекс был наиболее удачно исполнен. А вот олимпийский спарринг кируги куда более зрелищен. Он представляет собой свободный поединок, проводимый согласно правилам, разработанным Всемирной Федерацией Тэквондо. И тут везет тому, у кого, так сказать, ноги от ушей. Очки зачисляются за точные и сложные удары ногами в туловище или голову спортсмена. За бой руками очков мало, поэтому приходится хвастаться своей растяжкой. Тэквондо в Приморье и, в частности, во Владивостоке – это практически отдельная тема в отечественной истории этого вида спорта. Краевой Федерации уже более 10 лет. Развитие Тэквондо у нас шло семимильными шагами. Важным этапом развития этой борьбы здесь стало проведение в июле 2011 года шестого чемпионата мира по Тэквондо в техническом комплексе «Пумсе», на котором сборная команда России впервые в истории заняла пятое общекомандное место. Всего на соревнованиях приняли участие 544 спортсмена из 50 стран мира. И все это было во Владивостоке. Такое событие произвело настоящий бум в местном Тэквондо. Уже через пару лет среди лидеров на всероссийских и международных соревнованиях стали появляться не только центральные города вроде Владивостока, Уссурийска, но также и отдаленные районы. Например, мало кому знакомый поселок Врангель в городе Находка еще как знаком тэквондистам Центральной России. В 2016 году детская команда из такого небольшого населенного пункта обошла соперников на всероссийских соревнованиях ВТФ и привезла Кубок Балтийского моря. Президент Краевой Федерации Тэквондо Федор Пось отметил, что достижения спортсменов из Находки стали одной из самых высоких наград, которую когда-либо привозили спортсмены Приморского края с выездных соревнований. Федерация ГТФ также не отстает. В том же 2016 году приморские спортсмены завоевали 5 золотых и 4 серебряных медалей на чемпионате мира по тэквондо, прошедшем в Казани. Но что интересно, чтобы показывать хорошие результаты местным спортсменам, сегодня даже не надо далеко ездить. Дело в том, что во Владивостоке уже который год проходит Кубок Приморья, который давно не отвечает своему названию. Статус соревнований с 2013 года является всероссийским. Во Владивосток ради этого мероприятия съезжаются спортсмены со всех уголков западной части страны. Так как это вид спорта олимпийский, интерес всегда есть, был и будет. Соревнований проводится очень много, различные уровни соревнований и среди начинающих спортсменов, и различные фестивали, и более крупные соревнования. Тем более сейчас начинается новый олимпийский цикл. По всей оружии начнем проводить соревнования уже более высокого уровня. Там и Край, и ДВФО, и выездные соревнования. Поэтому напряженный график, оно того требует. На местных соревнованиях можно увидеть как пумсе, так и кируги. Технические комплексы обычно открывают соревнования, однако больший ажиотаж и интерес зрителей получают спортивные поединки. Кируги, к слову, последние 8 лет в России и в мире проходят с использованием электронной системы датчиков, которую перед каждым боем приходится калибровать под бойца. Точность в этом виде спорта на сегодняшний день превыше всего. Ее сделали для того, чтобы было меньше человеческого фактора, чтобы баллы начислялись, оценивались просто электроникой. То есть там учитывается и сила удара, и точность попадания в жилет и в шлем. Шлем также у нас электронный. То есть человеческого фактора вообще риску присутствует. Возраст участников на Кубке Приморья от 12 лет и старше. Попасть на такой турнир, да еще и к тому же отбор в сборную региона, хотят и дети, и взрослые. Соревнования, к слову, рейтинговые. Многие команды едут порой лишь за почетными званиями КМС и мастеров спорта. Мы стараемся участвовать на всех всероссийских турнирах, которые проводятся в Владивостоке. Дело в том, что получить статус такого турнира очень сложно. И Владивосток недавно получил такой статус. Поэтому, конечно, весь Дальний Восток старается в полном составе участвовать на таких соревнованиях. Конкуренция настолько высока, что нету каких-то конкретных фаворитов. Сегодня собрались регионы, которые идут вровень. И там, и на Сахалине есть ребята хорошие, и с Камчатки приехали, и в Якутию. То есть здесь нельзя кого-то конкретно выделять. По Кируги у нас девочка выступала на первенстве мира в Канаде, Бориса Ваэла. Также стала пятой. Так как конкуренция высокая, то есть то же самое пятое место, но это очень хороший результат. Поэтому надеемся, конечно, что в следующем олимпийском цикле возможно, что кто-то добьется больше лучших результатов. Будем стараться. Интересно, что в целом приморцы лучше и ярче себя подают именно в пумсе. Видимо, технический комплекс для наших спортсменов куда интереснее и легче, чем поединки. Эта дисциплина сегодня служит отличной заменой тем, кто не хочет или не может драться, а предпочитает более спокойный и философский стиль тэквондо. Я много лет занималась в Кируги, порядка 7-8 лет. И пришлось переквалифицироваться в пумсе, потому что была серьезная травма позвоночника. И когда появилась возможность вернуться обратно в Кируги, я все-таки предпочла в пумсе, потому что мне это кажется ближе. Хотя нельзя сказать, что Кируги или пумсе сложнее. И то, и другое сложное в определенных моментах. Их нельзя никак сравнивать. Среди выступающих в этой дисциплине подавляющее большинство – молодежь. Возраст участников от 12 лет. И это несмотря на то, что в России сегодня этот подтип тэквондо не особо популярен. В отличие от всего мира, мы разнимемся с ними тем, что во всем мире, конечно, больше развивается пумсе, потому что включается много возрастных категорий. В России немножечко с этим похуже. Но тем не менее, Приморский край – один из сильнейших, считается пумсе. С ним конкурирует сейчас только Москва и сам Петербург. В прошлом году мы ездили на чемпионат России, и там взяли бронзовые медали Данил, я и Пахом. И вот сейчас я приехал на чемпионат Приморского края, взял две золотые медали и одну серебряную. Сегодня тэквондисты Владивостока и других городов Приморья ежегодно выезжают на летние и зимние учебно-тренировочные сборы. Каждое полугодие для ребят проводятся аттестационные экзамены на ученическую и мастерскую степени с выдачей сертификатов как российского, так и международного образца. Таким образом, любой желающий сегодня может приобщиться к одному из самых популярных боевых искусств в мире, начиная при этом с любого возраста. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». Субтитры создавал DimaTorzok